всем огромный привет рада всех видеть на канале сегодня поговорим о прекраснейшей самой известной популярной линейки ароматов компании evan today tomorrow always сегодня завтра и всегда я часто вижу такого рода обзоры девчонки снимают я смотрю с удовольствием мне очень нравится я решила на эту тему тоже высказаться мне очень хотелось проанализировать десятки лет и посмотреть какие ароматы были в этой линейке какие остались и и что сейчас на самом деле происходит давайте вернемся в 2004 год и начнем рассматривать эти ароматы когда это линейка зародилась самый первый парфюмер который начал воспроизводить шедевры это был оливер кресп и он как раз произвел аромат today он часто выпускался в разных дизайнах вот такая 50 к была с грушей также самыми популярными стали вот эти кубики с толстым стеклом у меня здесь 30 я очень очень сильно люблю данный аромат и если говорить о самом аромате и о самой линейке то она преимущественно больше наверно идет в восточную сторону аромат today он красивый верхних нотах фрезия кактус и стефанотис ноты сердца состоят из туберозы и цветка апельсина гибискуса стрелицы и будлея а в базе уже мускус водные ноты древесные ноты кедр и розы мне нравится в этом аромате действительно база она появляется не очень быстро но когда она появляется с вот этим нежным сочетанием древесных ноты розы я начинаю восхищаться именно этим ароматом и держу у себя его в коллекции и никогда никуда ни на кого не променяю следующий аромат который был произведен уже в 2005 году и это был тумору этот аромат также произвел оливер крэсп и это уже более такой специфический аромат он ярче он красивее здесь верхних нотах есть персик бархатцы перец пачули малина ноты сердца цветок апельсина фиалка а в базе сандал амбра розовое дерево и белый мускус аромат шикарен незабываем и очень очень классно следующий аромат по которому все страдают и мечтают чтобы его вернули он был также произведен 2005 году оливером крэспом это зеленый always это тоже такой интересный специфический аромат верхних нотах киви жасмин карамбала в средних лилия тюльпан красный маг и бессмертник а в базе бамбук мускус и древесные ноты для меня он был очень спокойным зеленым для кого-то он был очень очень ярким за счет лилии тюльпана в общем тут мнения разошлись но аромат однозначно был классным и я не понимаю зачем его убрать продолжался 2005 год и компания хотела экспериментировать они добавили в эту линейку что-то тропическое такое пудровое с нотами ириса и появился аромат хард с такой вот подвеской в виде сердца я помню когда он появился как раз зарегистрировалась компания верхних нотах карамбала паприка мандарина в нотах сердца на роли и стрелицы а базе и древесные ноты ирис и мускус очень такой завораживающий аромат он достаточно стойкий он очень очень шлейфовый за счет наверное стрелец и ириса он становится таким каким-то необычным безупречным что ли и вот этот шедевр он просуществовал наверное может быть лет пять потом он исчез и больше к нам к сожалению не вернулся 2006 году компания продолжает экспериментировать именно на эту же тему с нотами стрелец и они производят аромат in bloom он становится мега популярным он настолько просто красивый и мега крутой у него пирамида великолепная цветок апельсина жасмин есть лилия грейпфрут и стрелиция и этот аромат он густой он томный он цветочный он вкусный и он мега мега восточный этот аромат продавался чуть подольше буквально наверное лет десять его можно было приобрести но потом к сожалению компания его решила вывести и начала производить немножко на другую тему ароматы на протяжении двух лет не было никаких новинок и в 2008 году появляется аромат in love этот аромат он больше в сторону белых цветов туберозы у него достаточно были яркие древесные ноты пряности мускус ощущались отчетливо и этот аромат имел тоже шикарную пирамиду верхних нотах лотос нероли карамбала гранат в средних розовый тюльпан горденья тубероза и перец а в базе мускус древесные ноты и амбра данный аромат был не очень востребован компания его в скорости тоже сняла и в 2009 году появляется аромат gold флакончик как у классического today аромат такой прям необычные сюда уже добавлена слива мирабель верхних нотах есть ноты абрикоса и мандарина ноты сердца очень красивые бело цветочные жасмин горденья и орхидея а в базе мексиканский шоколад ваниль амбра и пачули необычно для линейки today но тут уже компания мне кажется все таки экспериментировала и я так думаю что этот эксперимент у них был тоже не очень таким успешным поэтому аромат скорости сняли в 2010 году появляется аромат diamonds или diamants как правильно я не знаю но аромат этот запомнился многим я часто вижу что девчонки мне пишут в комментариях упоминают его мечтают чтобы его вернули верхние ноты гиацин африканский апельсиновый цвет и прекрасный stefanotis ноты сердца нарцисс орхидея и калла а в базовых нотах мускус ветивер и палисандр в 2011 году появляется аромат который называется романтик вояж этот аромат уже имеет более такие яркие насыщенные ноты стратоцвета также верхние ноты добавлен бергамот и цвет персика в нотах сердца маршмеллоу пион африканский апельсиновый цвет а в базе ваниль сандал и амбра данный аромат тоже очень часто упоминается с ностальгией с какой-то такой досады что его сейчас нет и я соглашусь с тем что ну почему почему его нет его нужно срочно вернуть 2012 году появляется аромат форева и он более такой пудровый бело цветочные очень такой мягко пряные в нем есть свежие какие-то животные ноты в то же время присутствует сладость что-то такое кремовое но очень аромат этот необычный и я помню что в пирамиде меня зацепил именно розовый перец с жасмином с пионом мне очень понравилась вот эта вот яркость какая-то дерзость что ли в средних нотах уже был цветок апельсина и болгарская роза в базе мускус сандал и ваниль очень необычно компания начала экспериментировать и действительно это было интересно это было как-то в новинку что ли и этот аромат он продавался наверное пять лет так точно потому что я его не раз повторяла я его приобретала и у меня кстати очень хорошо покупали клиенты на следующий год 2013 появляется знаменитый аромат амур этот аромат он становится самым нежным в коллекции бело-цветочным зеленым цитрусовым пудровой с ним тоже присутствует свежие нотки и древесные но этот аромат он действительно подойдет на жаркое лето он может также сопровождать невесту в ее важный день очень красивый очень нежный верхние ноты зеленые цитрусы розовый перец средних жасмин белая магнолия ландыш а в базе мускус сандалы кедр если говорить про сандала с кедром в базе то они вообще невесомые какие-то такие оживляющий аромат под конец но аромат этот действительно очень достойный очень шикарный этот аромат компания решила нам снять 2020 году и в 2021 году вернула я правда не знаю в виде лимитки или все-таки на постоянной основе но будем надеяться что все таки этот аромат останется в 2014 году появляется мой любимчик аромат тугеза тоже помню этот запуск помню как этот аромат меня впечатлил я кричала о нем на каждом углу я рассказывала у меня его покупали просто не по одному экземпляру и не раз повторяли и я приобретала 5 флаконов себе в запас 3 флакона я использовала 4 у меня вот в таком вот остался виде а 5 я подарила с чистой душой потому что мне хотелось сделать человеку приятного это белый цветочный аромат мускусный здесь тоже есть пудровые ноты он сладкий он фруктовый он просто крутой он конечно же восточный этот аромат содержит мои любимые ноты как я выяснила спустя много лет что сочетание персика белых цветов красной лилии мускуса и амбры это самая точная пирамида которую я люблю которую я ни на что не променяю и с такой пирамидой и в других компаниях мне нравятся ароматы идем дальше и наступает у нас 2015 год и появляется очень-очень яркий аромат и называется он daydream я сразу хапанула два флакончика по первому затесту на страничке наверное ароматизированы и к сожалению я не смогла им пользоваться один флакончик я в ноябре 2020 подарила маме своей думаю ночь он будет стоять а этот я достаю и из года в год я весной а мне хочется его вдыхать хочется его ощущать но на себе его не могу пока носить он для меня очень очень тяжелый здесь верхних нотах бессмертник имбирь лист черной смородины в нотах сердце гордения жасмин самбак и цветы апельсина в базе сандал мед и мускус на самом деле мне нравится такая пирамида но может быть имбирь или бессмертник они не дают мне полностью наслаждаться этим ароматом он меня душит он просто вызывает у меня страшную головную боль но когда я его ощущаю с флакончика то я получаю истинное блаженство я прям взлетаю над всей своей коллекции я наслаждаюсь я радуюсь что есть у меня этот аромат возможно когда-то мои вкусы изменятся и я смогу им пользоваться и смогу на самом деле наслаждаться как раз начиная с 2015-16 года компания начала делать более тяжелые ароматы в линейке это и появляется в 2016 году аромат который называется абсолю этот аромат он необычный он такой медовый томный густой насыщенный яркий ни с чем несравнимый к нему иногда тянется рука с главное с ним не переборщить но этот аромат однозначно очень очень достоин я помню что его можно было купить еще в 2020 году он мелькал в распродажах за какие-то акции его давали но это очень очень классный аромат на определенную группу лиц верхних нота калабрийский бергамот средних цветок апельсина в базе сандал но на самом деле у этого аромата куда более обширная пирамида в которой мне кажется есть и перец и может быть сливовые какие-то ноты и медовые ноты в общем и в целом этот аромат вызвал просто бурю эмоций ранее в этом обзоре я рассказывала что в 2008 был аромат in love и компания в 2016 году решила его переиздать немножко изменила ноты но в целом аромат таки вышел похож с тем который был может быть были какие-то немножко различия если говорить про аромат 2016 года то здесь верхних нотах карамбала не роли и гранат а в той версии был еще добавлен лотос лотос убрали видимо он стал ни к чему ноты сердца у нового экземпляра стали водяная лилия тюльпан пион розовый перец а в том экземпляре был перец обычный была тубероза была гордения но спасибо компании что розовый тюльпан остался и действительно он очень ярко здесь ощущался базовые ноты никто не стал менять мускус амбра и древесные они так и остались этот аромат тоже продавался наверно лет пять он яркий он специфический он не каждому понравится говорят что этот аромат подойдет 40 плюс или 50 плюс но я с этим не соглашусь потому что у меня была девочка дочь моей коллеги ей было лет 16 она просто не могла надышаться этим ароматом она наслаждалась но вот нравится ей это направление но почему нужно делать какие-то возрастные ограничения если действительно аромат очень сильно нравится он поднимает настроение он воодушевляет поэтому не нужно никогда ставить они для себя не для кого каких-то рамок следующий аромат он тоже был у меня называется my everything и этот аромат я по своей глупости конечно не сохранила хотя у меня он был не в одном экземпляре он был очень тоже необычным он не был достаточно тяжелым но что-то в нем было такое интересное завораживающее аромат my everything он был похож на те ароматы 2004 2005 года оливер крэпс вернулся начал опять как-то креативить наверное все смешал вместе и появился my everything я знаю что девчонки его любили видела его у кого-то еще в коллекциях в пирамиде есть роза пролине бергамот в общем ну что говорить аромат классные завидую тем у кого он есть коллекции и девчонки оставьте хоть капельку чтобы ваши воспоминания остались живы следующий аромат это уже тоже возвращение легендарного имени ну да лишь только имени аромат always он к нам вернулся но это был уже не зеленый это уже был розовый always кстати зеленый always очень очень долго существовал года до 2018 17 потом он исчез и появился в скорости розовый always в принципе я думаю что вот этот always он мог быть отдельным каким-то ароматом назвали бы его как-нибудь по-другому он шикарен тем что он вообще вписался в линейку тта своей кремовостью своей какой-то такой нежной и помадной розой я такую помадную розу ощущала только в аромате арифлей в аларе поэтому я думаю что это тоже такое интересное направление этот always компания выпустила в 2018 году и действительно тоже этот аромат завоевал любовь многих его хорошо покупали это тоже оливер крэсп у этого аромата прекрасная пирамида верхних нотах они роли слива бергамот средних роза пион и цветок мандарина а в базе сандал ваниль и абрикос когда я не знала что здесь есть абрикос я как-то спокойно к этому аромату относилась но когда я об этом узнала я нанесла один день другой я дождалась когда выветрится до базы и девчонки это было восхищение это конечно любовь любовная которая действительно останется на всю жизнь и я рада что у меня есть этот аромат из этой линейки 2019 году оливер крэсп производит аромат для позитивных девчонок женщин девушек которые любят направление цветущих легких нежных белых цветов был выпущен аромат или брей этот аромат был посвящен какому-то юбилей он вышел в преддверии по моему мартовского или майского каталога я не помню это однозначно была весна и я помню как я его первый раз тестила я говорила что я ощущаю сад цветущих белых яблонь в частности я даже вспомнила свое детство и тиранетки которые у нас росли как они вкусно и душисто цвели но когда я посмотрела пирамиду я увидела что это были не яблони это было жимолость не роли тубероза базе здесь был кедр амбрета но на самом деле жимолость она с нейроли напоминает мне вот этот вот цветущие яблоневый сад и к сожалению компания решила его снять производства и кто еще не успел купить в марте попробуйте его еще приобрести и возможно когда-то он появится в распродаже вот если он появится в распродаже тогда это будет судьба мне его задуплить пока я решила не брать потому что у меня практически полный флакон и огромная коллекция всем нужно успевать пользоваться 2020 году компания представила нам новинки серии тита вот в таких вот интересных рюмочках и я одну рюмочку эту приобрела и я очень хотела попробовать как он будет ощущаться здесь выходила из этой дырочки эссенция мне она сразу скажу понравилось но но если бы я ею воспользовалась на протяжении полугода то она бы у меня не засохла я брала эссенцию серии и трекшн а в компании вышла еще эссенция именно из серии тита называлась она этернеллио и не рискнула я уже ее покупать так как это эссенция у меня практически вся высохла может быть процентов 10-15 я использовала в эссенции этернеллио были ноты айвы фиалки бергамота средние ноты жасмин магнолия розовый пион а в базе натуральный мускус сандал и кашемировое дерево я в свое время предпочла купить изначально и трекшн эссенцию но я планировала купить это да в 2020 году появляются новиночки в серии today tomorrow always начинают работать опять другие парфюмеры они пытаются что-то новое воспроизвести и мне кажется что это у компании получилось родриго флорес ру тоже знаменитый парфюмер он делает вот такие эликсиры любви аромат турецкой розы верхние ноты дамасская слива земляника бергамот средний дамасская роза пион и магнолия в базе ваниль мускус сандал очень интересный аромат очень сливочные ощущается действительно и роза такая кремовая и ощущается земляника не каждый сможет вынести данный аромат но как я уже не раз говорила не стоит забывать что это эликсиры любви их надо буквально пол капельки чтобы они очень красиво разветрились и шлейфили следующий аромат в этой линейке жасмин и тубероза верхних нотах сирень мандарин апельсин в средних жасмин тубероза горденя в базе цветок апельсина ваниль и амбра многие девчонки оценили этот аромат кто-то сказал что он очень тяжелый но нам как всегда всем не угодишь у всех вкусы и восприятия разные ну а в целом конечно мне кажется интересная очень задумка для тех кто любит очень такие яркие туберозные ароматы и аромат который больше всех понравился любителям ириса ирис и нерали здесь уже более такая ностальгическая что ли пирамида верхние ноты лимон пятигрейн мандарин в средних эссенции нерали и цветок апельсина и корень ириса в базе мускус ветивер и бензоин этот аромат однозначно на холодное время года его яркость может затмить абсолютно все и всех но аромат очень-очень мне кажется достойный и интересный и аромат который появился и взорвал просто мозг наверное всех любителей парфюмерии в первую очередь он взорвал мозг тех кто любит линейку тта как же всем понравился такой ментоловый цвет флакончика очень толстое стекло 50 миллилитров аромат зыслав это любовь 2021 год прекрасное начало и плюс ко всему этот аромат это возвращение аромата из 2008 года джет фам классического я уже говорила что у меня был джет фама и это было действительно любовь моя цитрусовый свежепряный озоновый акватический белоцветочный тропический амброво-цветочно-фруктовый очень крутое сочетание на каждом типе кожи он будет сидеть по-разному он на ком-то будет сразу слетать на ком-то он будет ощущаться до суток кто-то его ощущает три часа в общем очень большие разногласия он вызвал но больше я все-таки увидела что его оценили и полюбили те кто любят линейку тта и рады что здесь появилась новинка верхние ноты грейпфрут арбуз белый перец айва средние ноты жасмин гибискус цветочные ноты а в базе амбра мус кустиковое дерево и ирис очень классный аромат шикарный просто и именно им завершается я думаю нескончаемая линейка тта на данный момент линейки осталось девять десять ароматов 10 потому что аромат celebrate еще можно пока купить ну а так на самом деле 9 всего лишь ароматов которые компания продает своих каталогах пишите в комментариях что есть у вас были ли у вас те ретро ароматы не забывайте ставить пальчик вверх подписываться на канал всем вам удачи самое главное здоровье и пока пока